всем привет с вами андрей марков мы продолжаем наши туториалы по рисованию и сегодня я покажу вам одну интересную разновидность 3d рисунков это цифры или буквы которые как бы проваливается вглубь листа скорее всего кто-то из вас уже видел подобные работы потому что тема популярная что мне нравится в этих рисунках это то что они выглядят неплохо и при этом простые и быстрые в исполнении например ту работу которую мы сейчас с вами будем разбирать при желании можно нарисовать минут за 15-20 если конечно сильно не заморачиваться на тенях что ж давайте начинать но перед этим скажу пару слов о материалах начнем с выбора бумаги для этой работы нужен белый чистый лист формата а4 обращаю внимание что нужен именно этот формат потому что я буду давать измерения именно под этот размер листа рисовать будем графитным карандашом я как всегда рекомендую мягкие карандаши кохинор от 2b до 6b из помогательных материалов вам понадобится линейка пластик и ручка желательно черная гелевая и так передо мной чистый лист бумаги я начну с разметки листа сделаю с правой стороны отметки через один сантиметр по всей длине аналогично размечаю левую сторону теперь вооружаемся ручкой и с ее помощью нужно провести по разметкам две линии на 7 и на 23 сантиметра окей пока что этого достаточно чуть попозже я соединю все остальные точки но сейчас займусь рисованием буквы и это будет буква а все-таки наш канал азбука рисования начинается именно с этой буквы и логичнее всего нарисовать именно ее я отмечаю на верхней линии по 9 сантиметров от края в итоге в центре у вас должен получиться отрезок примерно на 3 сантиметра вот он теперь снизу отмечаю четыре точки по два с половиной и по пять с половиной сантиметров всю разметку буквы рекомендую делать карандашом они ручкой чтобы потом можно было что-то подправить и стереть но у меня точки готовы и я соединяю их вот таким образом хорошо чтобы закончить букву остается провести две поперечных линии и стереть парочку ненужных для верхних линий я отступил чуть больше шести с половиной сантиметров нижнюю линию рисую на три сантиметра ниже буква готова как видите она получилась ровной пропорциональной так что можете считать эту информацию полезным лайфхаком по рисованию буквы а теперь эту букву нужно обвести и нарисовать горизонтальных линий по разметке когда будете обводить букву очень важно не ошибиться поэтому не торопитесь как говорится семь раз отмерь и один отрежь с буква я закончил и перехожу горизонтальным линиям могу сказать что в этом рисунке можно обойтись и без них потому что на 3d эффект они никак не повлияют это просто как бы такой декор если вы захотите рисовать без них то первые две опорные линии нужно было чертить не ручкой а карандашом я вплотную подошел букве а здесь есть один важный нюанс пространство внутри самой буквы мы не размечаем кроме треугольника и трапеции в общем смотрите сейчас все сами поймете и так ребят это все была подготовительная часть работы над рисунком теперь мы переходим к самому интересному к созданию эффекта 3d здесь это сделать несложно потому что тут всего лишь пять линий которые создают эффект искажения я покажу вам как их наметить и объясню почему возникает эффект объема в общем сейчас нам нужно отметить пять точек четыре на вот этой линии и одну вот здесь размеры для них сейчас показаны на экране по этим размерам я начинаю разметку здесь важно замерить все точно иначе эффект 3d будет не таким хорошим остается соединить точки с гранями буквы так как показано на видео и здесь обязательно работайте карандашом а не ручкой готово давайте проверим какой эффект у меня получился напоминаю что самый простой способ увидеть 3d эффект это посмотреть на рисунок под определенным углом через камеру смартфона что ж не идеально но меня вполне устраивает и корректировать я уже не буду хотя ли не сделаны карандашом позволяют это сделать час обведу их и объясню откуда берется эффект 3d если мы сейчас внимательно посмотрим на рисунок сверху то увидим что вот эти линии не совсем параллельны они как бы будто стремятся сойтись в одной точке именно эта маленькая деталь создает ощущение объема когда мы смотрим через камеру на рисунок правда сейчас это ощущение не очень эффектно и я предлагаю его усилить с помощью теней для начала зальем грани буквы серым по возможности однородным цветом чтобы получить такой тон нужно заливать рисунок в несколько слоев для такой работы лучше всего подойдет слегка затупленный карандаш вот такой первый слой тушуем параллельно внутренним граням буквы нам нужно залить цветом всю поверхность поэтому не бойтесь вылезать за контур но и злоупотреблять этим тоже не стоит обратите внимание что первый слой я тушу очень бледно но каждый следующий слой будет немножко темнее предыдущего еще я сильно наклоняю карандаш на бок и эта фишка помогает мне работать немножко быстрее и и и и и и второй слой тушуем параллельно наружным граням и делаем цвет чуть чуть темнее и и и и и и и и Сейчас я подошел к заливке длинной грани. Здесь очень сложно и неудобно тушевать от края до края, поэтому приходится работать небольшими участками. Третий слой перед растушевкой будет корректирующий. Честно говоря, вы можете не ограничиваться этим количеством слоев. Могу сказать, что в этом деле чем больше, тем лучше. Но три это минимум. Теперь нужно растереть графит чистой сухой тряпочкой, то есть сделать растушевку. Так как наш рисунок не академический, то мы можем со спокойной душой позлоупотреблять этим полезным приемом. Так-то лучше. Сейчас сотру ластиком все, что повылазило за контур, и мне остается довести до ума тени. Музыка Готово. Что касается теней. Нужно просто сделать их темнее в нужных местах. А именно, на двух внутренних гранях буквы и плавно зачернить все тени к низу. Это будет, наверное, самая муторная и продолжительная по времени работа, и чтобы успешно с ней справиться, советую посмотреть вот этот ролик по основам штриховки. Потому что сейчас я буду именно штриховать. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мой рисунок готов. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, видео вам понравилось. Больше подобных роликов вы найдете у меня на канале и на моей странице ВКонтакте. Ссылочки, как обычно, в описании под видео. Кстати, интересно, сколько времени у вас ушло на рисунок. Если что, пишите там внизу в комментариях. Я думаю, это будет интересно. Ну а у меня на этом все. Я желаю вам удачи, творческих успехов и увидимся в новых видео. Пока!